Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 2148». «Меня интересует превращение христианина Юлия в отступника. Какая причина привела к этому? Может, так же было и у Ленина, так как вы его с ним сравниваете по таланту?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Исключительно талантливый человек. Думал ли он серьезно уничтожить не человека одного, а христианство? В конце он все же показал, что он сознавал, что борется не с видимыми противниками. Тогда зачем же он такую авантюру затеял?» Псалом 36, 35-36 стих. «Видел я нечестивца Грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». Кирилл Иерусалимский. В 351 году. Он покинул место ссылки и провел несколько лет в Никобиндии, где увлекался изучением философии. В 355 году был назначен Констанцией начальником войск в Галлии. Здесь он умел привлечь любовь в войско, которое в 361 году и превозгласил его императором. Изучение философии под руководством учителя-язычника, раздоры среди христиан вследствие орианских волнений, ненависть к Констанцию возбудили влияние ненависть и к религии своего притеснителя – христианству. Он задался целью восстановить язычество и уничтожить христианство. Но все его попытки потерпели полнейшую неудачу. Юлиан умер в 363 году в походе против персов. Василий. 22 марта. Объявили Юлиане отступники. Кавычки открыты. Ты не помнишь наград, приготовленных рабам Христовым. Не постыдил с алтаря, который спас тебя от убиения, когда тебя, восьмилетнего ребенка, искали убить, и ты был спрятан в священном месте. Ты не исполнил закона, который своими устами проповедовал часто, когда был клириком. За это и Христос Царь Великий не поменет тебя в своем вечном царстве. Но это временное царство скоро отнимет у тебя. Тело твое не сподобится погребения, когда ты извернешь душу свою в лютой болезни. Это предсказал святой о скорой смерти Юлиана, труп которого после погребения земля выбросил из недр своих. Борис. 2 мая. Кавычки открыты. Император римский Флавий Клавдий Юлиан Отступник царствовал с 361 года по 363 год. Он отрекся от христианства, стремился восстановить язычество. Был убит в битве с персами и умер со словами «Ты победил, галилеянин». Кириак. 28 октября. Кавычки открыты. Был епископом Иерусалимским. Он прожил до царствования Юлиана Отступника. Последний во время похода на персов прибыл в Иерусалим и здесь потребовал святого Кириака на суд и принуждал его принести жертву идолам. Но святой решительно отказался сделать это. Тогда император приказал отрубить ему правую руку. «Много посланий написал ты этой рукою», — сказал он. «И многих отклонил от почитания богов». Афанасий. 18 января. Кавычки открыты. По смерти Констанции на престол царский вступил Юлиан, который принялся уничтожать констанциевые уставы и законы и возвращал всех из изгнания. Узнал об этом и Афанасий, но он опасался, как бы Ариане не привлеки к своему нечестию Юлиана. Тогда еще не обнаружилось отступничество Юлиана и совершенное отречение его от Христа. Тем не менее, святой Афанасий среди глубокой ночи вышел из упомянутого дома девицы, в котором скрывался, и явился посреди церкви Александрийской. Мануил Исмаил. 17 июня. Кавычки открыты. Юлиан, сын Констанции, брата Константина Великого, родился в 331 году, полвражительства Христова. Сначала он был обучен в христианской религии, но став кесарем в 355 году, он открыто отторгся от христианства, за что и получил название отступника. По своим философско-религиозным убеждениям, Юлиан был эклектик, то есть он из всех религиозных учений выбирал себе все то, что ему нравилось, и было вообще согласно с его миросозерцанием. Он веровал и воедино в Верховного Бога, но отождествлял его с Митрой, или с Солнечным Богом Восточного Культа. А перцы, как известно, тоже чтили солнце, как свое главное божество. Тогда мучитель Юлиан, исполнившись гнева, сказал им, «Как вы, будучи людьми, простыми и невежественными, не знающими даже нашего языка, как вы осмеливаетесь так нагло и столь безумными речами своими хулить нашу веру, которую исповедуем мы, люди образованные и прошедшие в совершенстве все книжное любомудрие?» Знакомы мы и с вашим учением. Ведь вы знаете, что я изучал и ваши христианские книги, но увидев, что в них одна только ложь и нет ничего истинного, тотчас же отверг их, чтобы по причине ясности написано в них не впасть в какое-либо заблуждение. И кто из тех людей, которые верят в вашим книгам и по ним поступает, кто из таких показал себя когда-либо славным и совершенным, и что сделал своей жизни доблестному? Поэтому советую вам, оставьте это детское и ложное умствование и верьте лучше тому, о чем издавна уже учили лучшие философы. «Если же вы не пожелаете принять моего доброго вам совета, то и вопреки воле своей послушайтесь тех мук, которым я тотчас же вас предам». По убиении персидских посланников, святых мучеников Мануила, Савила и Исмаила он отправился со всем войском своим в Персию. На это престили его бесы через своих волшебников, лжепророков, предсказавшему победу и покорение персов. Царь же Персидский, услышав об избиении своих послов, исполнился глубокой печали и великого гнева. Узнав, что на него идет законопреступный Юлиан, он также собрал все войско и, став на границе своего государства, ополчился на гордого своего врага. И когда оба войска сошлись, началась Великая Битва. Но перцы скоро превозмогли и победили римское войско, сокрушив таким образом всю силу Юлиана. Вот при этой-то битве богоотступник Юлиана и поразил гнев Божий. Нечтивый император поражен был невидимой рукой и погиб в великих муках, став под конец посмешищем для всех перцев, на которых он так гордо выступил, своей суетной надеждою на радость бесам, в которых он веровал и на которых так надеялся. Христиане же, освободившись таким образом от жестокого гонения и мучений, прославили избавителя своего, Христа Бога, которому и от нас добудет честь и слава со Отцом и Святым Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Как известно, Юлиан выступил в поход против перцев 5 марта 363 года. Во время войны императора Юлиана Отступника с перцем многие верующие, зная преподобно как верного раба Божия, просили у него молитв о неизложении всего врага христиан. Преподобный 10 дней молился об освобождении от злого мучителя и, наконец, услышал голос. Нечистое и мерзкое животное погибло. Окончив молитву, преподобный с радостью возвратился к братьям. На вопросах о причине его радости Юлиан отвечал. Братья, в настоящее время есть время благодушия и радования. Нечестивца не стала. Восставший против Господа получил достойное поражение от преследовавшей его руки. Поэтому-то я и радуюсь, видя, что гонимыми церкви торжествуют. И отступник не получил никакой помощи от демонов, которых чтил. Артемий. 20 октября. Кавычки открыты. Он разослал по всем странам своего царства, восточным и западным, указ о том, чтобы те храмы, которые в царствовании Константина Великого были отняты христианами у язычников, теперь были снова отданы язычникам. Чтобы унизить христианство, нечестивый Юлиан, взяв из раки кости святого пророка Елисея и мощи святого Яна Крестителя, кроме честной его главы и правой руки, которые лежали в Севастии, и смешав и с костями животных и нечестивых людей, сжег их, а пепел рассеял по воздуху. Артемий. 20 октября. Кавычки открыты. Ты, Артемий, знаешь и сам, что брат мой, Гал, безвинно из одной зависти был умершлен Констанцией. На престоле более прав имел наш род, чем род Константина. Ибо отец мой, Констанций, родился у деда моего. Констанция от дочери Максимиана. Константин же родился от Елены, женщина простого звания. К тому же дед мой тогда еще не был кесарем, когда у него родился сын от Елены. А отец мой родился у него тогда, когда он уже вступил на престол. Но Константин дерзко похитил царскую власть. Сын его, Констанций, умертвил моего отца и братьев, убил недавно и брата моего, Галла. Хотел он убить и меня, но меня спасли из его рук боги. В надежде на них я отрекся от христианства и уклонился к еленской религии. Я хорошо знаю, что вера еленская и римская есть вера древнейшая, христианская же явилась недавно. И Константин принял ее, отвергши древние добрые римские правила жизни, только по своему невежеству и неразумию. И боги возненавидели его, как нечестиво и недостойно доверия их. Боги возненавидели и отвергли его от себя, а его нечестивое потомство истребили от среды живущих. Не правда ли я говорю, Артемий? Ты человек старый и разумный. Рассуди же, правда ли я говорю? Итак, признай истину и будь нашим, ибо я хочу, чтобы ты мне был другом и помощником по управлению царством. Услышав сие и немного помедлив, святой Артемий начал так говорить. Прежде всего относительно твоего брата скажу тебе, царь, что я не повинен в его смерти. Да и вообще, я ни делом, ни словом никогда не сделал ему вреда. Сколько не расследуй, ты ничем не докажешь, что я был повинен в его смерти. Я знал, что он был настоящий христианин, благочестивый и послушный закону Христову. Доведует небо, земля и весь лик святых ангелов и Господь мой Иисус Христос, кое ему я служил, что я не повинен в убийстве твоего брата, и ни в чем не содействовал его убийцам. Меня и не было с царем Констанцией в то время. Когда было рассуждение о твоем брате, все время до сего года я оставался в Египте. А на твое предложение, чтобы я отрехся от Христа, моего Спасителя, отвечу тебе словами трех отроков, которые были при Навуходоносоре. Даниил 3.18 «Добой тебе, царь, известно, что богам твоим я не служил, и золотому истукану тебе, любезному Аполлона, не поклонюсь никогда. Ты унизил блаженного Константина и его род, назвав его врагом богов и человеком безумным. Но он был обращен ко Христу от богов ваших через особое призвание свыше. А об этом ты послушай меня, как свидетеля всего события. Когда мы шли на войну против лютого мучителя и кровожадного Максенция, около полуния явился на небе крест, сиявший ярче солнца, и на том кресте звездами были изображены латинские слова, обещавшие Константину победу. Все мы видели тот крест, явившийся на небе, и прочитали написанное на нем. И ныне в войске есть еще много старых воинов, которые хорошо помнят то, что ясно видели своими глазами. Разузнай, если хочешь, и ты увидишь, что я говорю правду». Возвратившись со стыдом от своих жертвоприношений, Ирлиан возложил вину в сожжении храма Аполлона на христиан. «Говорят, что его зажгли ночью именно они, и, отняв у христиан святые церкви, превратил их в идерские храмы и стал делать большие притеснения христианам». Мучитель, разгневавшись, повелел каменотесом рассечь один большой камень и потом столкнуть его сверху на Артемия, который был связан и положен на каменную же плиту под этим камнем. Когда это было исполнено, все тело мученика покрыл упавший на него камень и так придавил его, что сломал ему все кости, внутренности его выпали. Составы тела переломились, и глазные яблоки вышли из своих мест. «И какое великое чудо! Будучи сплющен между камнями, святой остался живым и призвал Бога, своего помощника. И было всем страшно смотреть на него. Перед ними был обнаженный человек, вдавленный, как доска, с раздробленными костями, с выпавшими внутренностями. Лицо его было раздавлено, глаза вышли из орбит, но жизнь все еще держалась в нем. Ноги могли двигаться, и язык еще был способен ясно говорить. Сам мучитель, увидав такое чудо, ужаснулся и сказал своим приближенным. «Человек это или привидение? Не отвел ли глаза нам этот волшебник? Ибо перед нами зрелище страшное и выходящее за пределы природы. Кто ожидал, что он еще жив? А теперь, когда у него выпали внутренности, и все суставы его разбиты и расслаблены, он все-таки двигается, ходит и говорит». После же кончины Артемия вскоре сбылось то пророчество, которое он высказал Юлиану прямо в глаза относительно его смерти. «Тебе предстоит скорая погибель, и недолго уже до того времени, когда память о тебе погибнет с шумом». Ибо Юлиан, умертвив святого Артемия, тронулся со своими войсками из Антиохии и пошел на персов. Когда дошел он до города Ктезифона, ему встретился один перс, человек старый, уважаемый и очень рассудительный. Он обещал Юлиану предать персидское царство и вызвался быть проводником в Персию, беззаконному царю и всему его войску. Но это не послужило на пользу злому кровопийце, ибо тот перс обманул его, и пока заявил, что ведет его прямую настоящую дорогу, ввел злодея в Кармонинскую пустыню, в места непроходимые, где постоянно встречались пропасти, где не было вовсе воды и никакой пищи. Так что все воины истомились от голода и жажды, а кони и верблюды все пали. После всего проводник признался, что он с намерением завел римлян в такие пустые и страшные места, чтобы ослабить их силу. «Я для того съесть дело, — сказал он, — чтобы не видеть отечество свое плененным врагами, и лучше здесь мне одному, чем всему моему отечеству погибнуть от ваших рук». И тотчас после сего признание перс тот, тот был рассечен воинами на части. Блуждая по пустыне, греки и римляне против своей воли столкнулись с персидским войском, и во время происшедшего здесь сражения многие Юлиановы в войны пали. Возмездие божественно постигло тут и самого Юлиана, ибо он был пронзен вбок невидимой рукой свыше и невидимым оружием, которое пронзило вниз живота его. Он чашка застонал и, схватив рукой горсть крови, бросил ее в воздух и воскликнул, «Ты победил, Христос! Насыться, галилеянин!» И тут извернут он, умирая в муках, свою злодейскую и скверную душу и погиб с шумом по пророчеству святого Артемия.